На часах 4.20 утра. В это время из автопарка на линию отправляются первые автобусы. Но водители начинают работу ещё раньше. Сначала они приходят к вот этому окошку, получить путёвку. После – в кабинет медика. – Как себя чувствуете? – Прекрасно. – Да, но не в порядке. Спасибо за зарядку. – Хорошо, давайте. Сейчас давление померим. Измерение пульса, давление, визуальный осмотр. При необходимости, если у медсестры есть сомнения, проверка на алкотестере. Безопасность превыше всего, поэтому на маршруты допускаются только здоровые и трезвые водители. После осмотр самих автобусов перед выездом из автопарка каждый из них тщательно проверяют. Механики оценивают техническое состояние транспортных средств. Неисправные тут же снимаются с линии. Механики отдела технического контроля осматривают наш транспорт, после чего водитель выпускается на линию. Вечером точно так же на отделе технического контроля осматривается весь подвижной состав. После чего водитель проходит после рейса медицинский осмотр. На предприятии трудится более 600 водителей. Они обслуживают 104 маршрута, в том числе в отдаленные труднодоступные горные поселки. Вадим Филатов – водитель со стажем. В Сочи-Автотрансе трудится 4 года. Сегодня на маршруте – Сочи-Совхоз «Россия». Говорит, работа непростая. Вставать приходится рано, времени за рулем проводить много, да и работа с людьми – дело непростое. Конфликты случаются часто, признается водитель. Во-первых, ответственность. Люди нам доверяют жизни. Конфликты бывают очень часто, каждый день. Люди все разные, кто-то чем-то недоволен. Кому-то всем не угодишь, но стараемся это все сглаживать, спокойствие. Жалоб на работу общественного транспорта от пассажиров поступает немало, рассказывает директор предприятия. Автобус не приехал вовремя, водитель нагрубил. Каждая рассматривается индивидуально. После того, как поступила жалоба, естественно, мы в короткий временной промежуток снимаем запись, так как в автобусе есть видеонаблюдение, мы снимаем запись и смотрим, обоснована жалоба или нет. Потому что зачастую бывает так, что у пассажира плохое настроение. Если только подтверждено, что водитель неправильно себя повел, грубо, агрессивно или еще что-то, тогда этот водитель отстраняется от работы и вызывается на дисциплинарную комиссию. Кстати, современные технологии помогают следить не только за водителями. Система ГЛОНАСС, например, позволяет в реальном времени отслеживать местоположение автобуса. Такой сегодня оборудованы все 326 машин Сочи Автотранса. Вообще разного рода проверки, когда автобусы уже в пути, проходят практически ежедневно. Контрольно-ревизорская служба, проверка на линии. Можно, пожалуйста, ваш путевой лист и билет на учет? Впрочем, проверяют не только водители, но и пассажиров. Добрый день, товарищи пассажиры, предъявите билет за проезд. Пока сочинцы в городских маршрутах не привыкли брать у водителя билет. Во многом потому, что оплачивают проезд на выходе. Такая ситуация на руку недобросовестным водителям, которые не в полном объеме сдают выручку. В пригородных дело обстоит гораздо лучше. Там, где деньги пассажиры отдают при входе. Между тем, билет, например, в случае ДТП, это документ, подтверждающий проезд. И он необходим для получения страховки. Ну а в целом же, как говорят сами пассажиры, для перемещения по городу они выбирают именно большие белые автобусы. За удобство и комфорт, за кондиционер летом и за возможность перемещаться с коляской или, например, лыжами. Как это делает Виктор Гордиенко из Новокузнецка. Удобно, в общем-то, далеко ехать и, как правило, места свободные есть. То есть я всегда сидя еду. Всего же в Сочи ежедневно на линию выходит около 800 автобусов. Это и автобусы большой вместимости и небольшие маршрутки. Их обслуживает 8 предприятий. В последний раз масштабная транспортная реформа случилась в Сочи в период подготовки к зимним играм. Но и совсем скоро в транспортной сфере города снова грядут перемены. По поручению первого заместителя главы города Мугдина Чермита, уже к весне на курорте в автобусах Сочи автотранса должны ввести безналичную систему оплаты проезда. Как раз Кубку конфедераций. Как говорят в управлении транспорта, введение такой системы расчета даст прирост суточной выручки. За счет уменьшения количества безбилетников и контроля объема с данной выручки водителями.